здравствуйте друзья вторник еду на работу у меня приобретение вот фуражечка капитанская значит у меня была такая но два года назад когда здесь у нас прибывала блогер шахт наталья квик она у меня эту шапочку может забрала и вот она с ней теперь во флориде я так а я как-то знаете затосковал думаю чуть ли затосковал взял и купил себе новую видите мне рубашечка белая все такой капитан вот и мы теперь можем что сделать с наташкой мы можем теперь делать трансляцию там день в ю тубе она оденет фуражку я одену фуражку и мы можем как вот два капитана как в книге если кто читал два капитана вот еще можно сказать честь имею пожалуйста вот так можно что еще сказать у меня помимо фуражки значит день сегодня интересный урок вечером обычно я вечером веду урок когда группа заканчивается я им рассказываю про поиск работы ну бывает заменяешь кого-то тоже бывает но это но это реже а завтра у нас утром завтра какое число 19 завтра начинается новая группа и я буду вести первый урок поскольку я в каждой группе веду первый урок ведь как интересно так вот ночью придешь домой а потом вставать и ехать на работу если что начинаем в десять утра поэтому сказать что так знаете там надо очень рано вставать так не получается нет такого чтобы в шесть утра там или в пять подниматься ну вот там в пол девятого глаза продрал если так что и нормально всюду успеваешь поскольку до работы близко да мы вчера снимали значит самую прямую трансляцию с со светланой каф и что-то не задалось знаете технически не задалось только мы это самое и вдруг я смотрю тогда пришел пораньше там лэптопчик поставил чтобы с лэптопчика делать трансляцию включил его в сеть потом уже уже пора начинать и вдруг я смотрю мне говорит там батарейка почти кончился какая батарейка же в сети я не знаю чем короче вернули его в сеть потом это с этого началось потом только было мы пошли вот самую трансляцию буквально там три-четыре минуты и я вижу она висит практически вся трансляция висит народу много они пишут висит я думаю так жить нельзя самое страшное в этом деле это не то что она висит а то что если мы так и будем продолжать то у нас записи не останется то есть нечего вывесить даже то есть мало то что живая трансляция погибла так еще и вывесить нечего но тогда мы сделали перерыв пошли интернет учета что-то с интернетом я не знаю что пошли взяли камеру поставили камеру наладили значит вернулись к лэптопу но теперь у меня уже камеры теперь у меня же значит лэптоп и мы выходим в трансляцию уже получше условия условия получше а я вижу на экране то есть у меня один это как бы на одном экране ах ты же опять я никто полоса значит на одном экране у меня живьем то что вот мы из себя представляем а на другом экране я вижу то что видят наши зрители то есть я как зрители подключаюсь задержкой все это смотрю она немножечко подвисала но все-таки голос сохранился в записи то есть когда вот вы посмотрите в записи при том что картинка так то так то так то но голос идет нормально то есть можно было просто фотку повесить и просто шел бы голос там с этой фоткой или там какой-нибудь природу подмонтировать красиво значит я поставил камеру и я уже не помню кто там ее включал эту камеру во всяком случае я вижу камера там окошечко там все это объектив открыт там нормально оказалось что не нажали кнопочку давайте то есть когда я уже подумал ну хорошо сейчас я возьму видео и порежу может быть на кусочки там какие-то наиболее интересные вопросы и вот выложу их вот в мой блог на этот канал чтобы не не создавать большого количества видео на основном канале и что вы себе думаете значит нечего было порезать вот как не заладилось и первые три минуты прямой трансляции тоже вот там вот этот интернет как-то себя не не душевно вел а потом пошло нормально вот и в итоге получилось такая более-менее нормальная запись я немножко переживал потому что из тех вопросов которые я выписал я что-то я просил задавать правда и соответственно на мне есть некоторая ответственность за то чтобы вопросы донести и ответы были но что-то не получается значит 40 процентов 40 вопросов плюс там люди в прямую трансляцию идут и у них тоже вопросы причем некоторые задавали те вопросы которые у меня уже были в вопросах вообще как-то бессмыслиться получается то есть я с я собираю вопросы о них там же еще и задают я не знаю может быть надо как-то по-другому это все делать но во всяком случае и те кто пришел в онлайн там но может быть мы вопросов 10-15 передали живьем там было отвечено я думаю да может быть 15 тоже не 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 то же самое что там 700 человек которые были в линии вот но мы через месячишки еще раз встретимся просто мы будем чаще встречаться а так можно было и четыре часа отвечать я вас уверяю вот эти вопросы у меня много было некоторые умудряются задавая вопрос задать сразу пять или шесть то есть как бы они такую индивидуальную консультацию пытаются получить и это это практически невозможно то есть невозможно чтобы один человек забрал на себя там существенный процент того что происходит некоторые пишут такие большие вопросы но очень большие что их зачитать в эфире невозможно то есть там минут пять мы будем зачитывать вопрос и и вот тоже невозможно поэтому как бы есть некоторые так сказать мастерство мастерство задавания вопросов так что если ты хочешь чтобы на твой вопрос ответили надо его хорошо задать ну что давайте я вам может быть улицу покажу а то чё так тем более я без фуражки что на меня смотреть вот у нас улица да я вчера машинку помыл это очень приятно когда машина чистая большое удовольствие испытываешь хотя нет такой чистой машины которая не станет когда-нибудь грязной и в этом диалектика также вот и завтрак обед-ужин да и вот софия когда подходит и мы с ней там перекладываем студентов которые отправлены на практику или на работу мы их перекладываем дамы с полдера фолдер чтобы нам удобнее было с ними работать и вот она каждый раз говорит господи да сколько же их еще осталось понимаете вот я говорю софи слава богу есть кого устраивать это неплохо это неплохо так что вот вы видите друзья знаменитый перекресток да посмотрите вот я машину был вот я вам хотел на самом деле показать значок там этот лассал тасс офис плаза там партнер компьютерскую но посмотрите на зеркало вот машина после всего мытья на зеркале вот как была паутина так и осталось надо будет ее вручную снять вот тебе и помыл машинку вот тебе и 11 долларов да друзья а паутинка-то паутинка-то зеркало никто не смыл вот так друзья это жизнь это жизнь сколько сейчас 10 22 ну да уже студенты уже на месте уже парковки мне никто не оставил не то что специально кто-то оставлял но я имею ввиду вряд ли там есть давайте мы доедем и посмотрим что творится с парковкой у портнов компьютерскую значит те места парковочные которые примыкают к зданию а тут четыре здания значит эти парковочные места являются собственностью здания на них никто не может ну не должен как бы посторонний претендовать хотя понятно что паркуется конечно никто же не в курсе вот и у нашего здания они в итоге цифрыки подписали вот вы видите вот там справа подписано беленьким пишет вот там резерв и номер билдинга вот ну и мы студентам говорим вы вон туда давайте в угол там большущий паркинг вот видите вот слева да вон там впереди слева там много машин бгм студент паркуется вот там и знак тоже стоит им говорит но тем не менее а вот тут слева вроде есть место но мы не не идем туда тоже там написано резерв тоже от другого билдинга вот так приехал а местечка то нет свободного и с этой стороны нет знаете да друзья что такое люди рвутся на работу рвутся на работу другое дело что есть какая-то движуха в течение дня но кто-то кому-то заехал там по каким-то делам поэтому может быть числе через полчасика выйти там чё-нибудь освободиться но мы не будем испытывать судьбу мы поедем на студенческий паркинг и хотя тут тоже будь здоров подвалил то народу и будем с народом так что с народом трудно быть с народом друзья когда все занято так давайте посмотрим что тут у нас есть здесь места такие знаете поуже может быть из туристов стороны встану места поуже нежели те что у билдинга нашего у меня машина все-таки ой мама у меня машина все-таки относительно побольше матч на я понял почему они там чего-то строят они там что-то строят и те кто там паркуется вот обычно сюда переползли я понял ну ладно значит мы можем войти в положение единственное что мне не нравится стоять под соснами скажу вам друзья что может быть вашей стране сосны как-то себя лучше ведут но наши калифорнийские да это даже не сосны это редвуды редвуды значит секвой по нашему значит вот эти секвой норовят капнуть какими маслицем маслицем капнуть смолой то бишь я извиняюсь смолой так что-то как-то мне тесновато тут с мыслями о соседней машине сейчас туда зайти не сможет ну как мог друзья я сделал как мог пусть другие сделают лучше все вы видите в каких тяжелых условиях промеж секвой сейчас пойду буду эпатировать сотрудников честь имею